Лидия Антонова еще раз попросила собственников недостроенного дома на улице Мира сформулировать вопросы. В ответ прозвучало одно слово. Когда? Первый заместитель главы района Николай Воробьев уверил, что сдать дом можно очень быстро. Все проблемные вопросы связаны с оформлением документации. Ничто и не мешает ввести дом в эксплуатацию. Смонтированы лифты, еще раз, уже внутри инженерные сети коммуникации тоже смонтированы. Система пожарного удаления, проведена итоговая проверка, там есть замечания небольшие. И, собственно говоря, осталось за малым получить разрешение на ввод. На встрече присутствовал представитель Министерства строительного комплекса Московской области Андрей Любимов. Он пошагово объяснил, что необходимо сделать, чтобы дом был, наконец, сдан. Это разрешение на строительство необходимо оформить и выдать застройщику. Оно должно соответствовать тому, что сейчас фактически построено. То есть сначала мы выдаем разрешение на строительство уже в тех параметрах, которые сейчас в доме существуют. И на основании той проектной документации, которая провста экспертизу. После чего Гостроинадзор и, естественно, после устранения всех замечаний Гостроинадзора выдает заключение о соответствии, следующим шагом будет получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. То есть три шага должно быть сделано. Чтобы прояснить скорость решения вопросов по громкой связи, дозвонились представителю собственника Кузину Родиону Викторовичу. И встроено необходимое количество денежных средств, а именно порядка четырех миллионов, там, три шестьсот с копейками, для того, чтобы выполнить те работы, которые не окончены, скажем так, с учетом замечаний Гостроинадзора, которое выдано в ходе этого проекта. А у кого они возьмут три шестьсот, три семьсот, три четыре миллиона? Сумму вы назвали, а что говорит собственник по этой сумме? Насколько он располагает и какие временные? Собственник деньгами не располагает, зато мы располагаем за должностью наших уважаемых дольщиков в достаточном объеме для того, чтобы этих денег хватило, если входит для сравнения недостатков. Но, к сожалению, дольщики заняли позицию следующую. Мы вам должны, мы подтверждаем наше желание и возможности оплатить эти денежные средства, но мы будем ждать нового разрешения на строительство. Как только оно будет, мы готовы, значит, так или иначе, застройщику денежные средства передать. Андрей Александрович, а это выдача разрешения у нас связана с устранением недостатков? Или с начала разрешения, да? Нет, оно никаким образом не связано с разрешением. Это сейчас 10 евро. Понятно. То есть сначала будет выдача разрешения, и затем можно уже приступать, так сказать. Дольщики на 19 этаж внеплановые, которые согласились оплатить 30%, а остальное оплатить после получения разрешения на строительство. Он это имеет в виду. Все остальные внесли свои деньги. 500 миллионов рублей внесено в 2013 году. Не найти 3 миллиона, извините меня. Но в любом случае... После получения решения строительства, застройщик сам увеличил, ну, без разрешения, изменил параметры стройки. Для решения финансового. Для решения финансового, ну, под тем или иным предлогом, изменив проект. То есть разрешение строительства должно быть выдано на уже 19 жилых этажей. И задача как раз ввести дом в эксплуатацию в тех строительных параметрах, которые сейчас существуют. Я понимаю так. Наша задача добиться, чтобы они выполнили эти обязательства. У нас есть застройщики, есть обманутые дольщики. Когда люди все заплатили, но дома вообще нет. Вот там, понимаете, караул. Там надо найти, не знаю, государству или дольщикам новые деньги, чем и занимается проект в области. Вот. Ну, вот так. А здесь сумма 3 миллиона 600. Это, понимаете, ну, не та сумма. Вот что такое 3 миллиона 600? Вот для нас, вот для нас, это миллионы. Для строительства это просто копейки. А администрация не может помочь финансово? Сейчас опять что-нибудь произойдет. Что касаемо прямого финансовой поддержки или финансовых вложений в достройку или иные какие-то варианты. Они отсутствуют в администрации. Потому что мы живем по закону, который устанавливает Российская Федерация, бюджетный кодекс. И, естественно, мы денежные средства тратим только на те нужды, которые необходимы для муниципалитета и которые определены бюджетным кодексом. Что касается оплаты, ну, если такие договоренности между дольщиками вот этого 19 этажа и застройщиком существуют, то наша задача сейчас, получив заявку на разрешение на строительство, максимально оперативно выдать это разрешение для того, чтобы, ну, дальше можно было бы двигаться уже по устранению замечаний. У дольщиков накопился ряд вопросов и сильный скепсис по поводу любых обещаний. Вы так вот специфически разговариваете, вот в основном у нас люди просто обманутые застройщики. Нас интересует, когда наконец-то это случится, когда наконец-то дом ведут в эксплуатацию. Вот смотрите, вот хотела Родиону Викторович спросить, на основании чего выдаются вот эти обещания? Вы знаете, сколько их было? В 16-м году три штуки, вот все документы есть. В 17-м году, вот последний, значит, первый квартал, уже с 17-го года. Все, прошел первый квартал. А ресурсы, снабжающие организации, они готовы обеспечить такой большой дом? Электроэнергией, теплоснабжением, водоснабжением. Ведь застройщик ничего не сделал за эти годы, чтобы заключить с ними договора. А вы говорите, во втором квартале этого года уже введем в эксплуатацию. Из той информации, которым я обладаю, значит, еще раз повторяюсь, по воде врезки осуществлены, технические условия выполнены, справка есть по теплу, врезки выполнены, тепло подведено, значит, и дом под теплом. Дом отапливается, да. Дом под теплом. Вот, и говорить о том, что там нет ничего, и вот так тоже. Пошаговая инструкция повторялась в течение беседы не единожды, и при сложенной работе во втором квартале дом будет сдан. Я сейчас боюсь называть какие-то там даты, но если все будет сделано оперативно, то это будет второй квартал текущего года. Сергей Григорьев, Елизавета Скрябина для программы «Городские вести». Сергей Григорьев, Елизавета Скрябина для программы «Городные вести» Сергей Григорьев, Елизавета Скрябина для программы «Городные вести»